Всем привет, с вами Гвимбайт, и мы продолжаем походить в третью готику. Так, в предыдущей серии мы с вами познакомились с Монтерой, полностью выполнили задание. Теперь, я думаю, потихоньку можно с повстанцами начинать разговаривать. Так, надо обратно, блядь, кто углит еще на руке, не признают себе дружелюбного падальщика. Точнее, во мне. Так, кто из вас, блядь, обделен именем? Ваше место встречи очищено. Ты молодец. Теперь ситуация уже не такая безвыходная. Что сейчас с вашим агентом в Монтере? Кто он? Я и сам не знаю. Я знаю лишь, что он должен подать нам знак, когда настанет пора атаковать. С тех пор мы дожидаемся здесь, как идиоты. Понимаю. Забавно, вот знаете, когда начнется революция, а она начнется в любом случае. Вот вы сами видели, сколько локов и наемников в этом городе, блядь. Их там, да хуя. Плюс еще окрестные две деревни, блядь. И как бы тут сказать, а повстанцы в Акукевске, по-моему, вообще нихуя нет, блядь. Ящерица бегает. Нихуя бактерических здесь нету, я сомневаюсь, что они вообще что-то смогут сделать. Где вообще бегу, нахуй, блин? Как я и говорил, здесь уже повстанцы сидят. Кстати, да, я зачистил, побегал в сундуки, поискал, который вспомнил. И вон там бандитов убил на перекрестке. Вот они, уебаны сидят. Вот здесь два, там четверо, блядь. Хватит шуметь, или ты хочешь, чтобы нас обнаружили орки? Да. Вы находитесь в опасной близости к городу. Мы бы взяли это место штурмом, если бы смогли. Но, к сожалению, орков намного больше. Боюсь, мы даже не успеем добраться до парка храма. Мы уже заслали к оркам одного из наших людей. Но он, кажется, лодорничает. Какое у тебя задание? Я ищу способ убрать караульных в лагере, чтобы помочь рабам. Блядь, я хочу такой же меч, как у них. Но в лагере, если орки замечают что-то подозрительное, они сразу бьют тревогу. В открытом бою против них у нас нет никаких шансов. Их просто слишком много. Кто ваш шпион-наемник? Может, скажешь, наконец-то? Если я тебе это скажу, тогда мне можно будет сразу пойти и сдаться оркам. Сначала ты должен доказать, что тебе можно доверять. Вы же заебали. Какие-то проблемы с вашим шпионом? Ммм, за последнее время мы очень сильно навредили городу. Орки ничего не заметили. А вот наемники стали осторожнее. Я думаю, наш разведчик не высовывается, чтобы его не разоблачили. Ипана сделает, а вам это не нравится. Слишком много орков в лагере рабов. Это можно исправить. Как, господин Всезнайка, если караульные набегут все разом, нам конец. Их нужно убирать по одному. Я подумаю, как выманить караульных из лагеря. Ха, они хоть и не владеют своими мозгами так же хорошо, как топорами, но и глупыми их тоже не назовешь. Подожди. Ну, может... Судя по тому, что они, блядь, выиграли войну, нахуй, мозгов у них по... Да еще и... Акукся собрали целую шайку, блядь, наемников и объединились с ассасинами. Мозгов у них побольше, блядь, будет, чем у вас, нахуй. Серьезно, блядь. Так, у меня там, по-моему, стрелы накопились уже по достаточно количеству. Где? Да. Так и сделай. Не видишь? Я занят. Я бы потесел. Помоги мне справиться с большущей рептилией. Фе, ты слабак. Где эта тварь? Там, в нескольких метрах по дороге на юг. Прочь с дороги. Пропусти мастера. Давай, иди. Иди, иди, иди. Блядь, это будет долгое мутное занятие. Я думаю, я это скипну. В принципе, почти все. Тут только куда-то ебаната залезать осталось. Ух, отдохни. Нет! Ух, блядь. Изец. Не убил, блядь, своего же. В лагере рабов больше нет караульных. Отлично. Значит, скоро наступит подход. Проходящий момент для захвата города. Так держать, приятель. Тебе ведь нужны золотые монеты? Кто у вас шпион в манере? Он даст тебе понять, кто он, если ты скажешь ему наш пароль. Да здравствует О'Кара. Вот наш пароль. В самом деле... О'хуенный пароль, блядь, пизде. Понимаю. Расскажи мне побольше о Бакаре. О'Кара, это наша повстанческая штаб-квартира. Она находится на севере от Монтеры. Ты обязательно должен там побывать. Нам очень нужны такие парни, как ты. Это будет еще не скоро, приятель. Так. Мне нужно... Нет, не ослабление. Здесь у меня сон есть. Как полезно, клянуто у дуэдов его выучить, блядь. Попробуем поменьше было. Привет. Стоять! Тебя разы... А ч... Не нарывайся, мы за... Хэ! Ага, конечно. Сука. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Пока. Меня разыскуют за убийство. Какое убийство? Я никого не убивал бы, о чем вы говорите? Вот список рабов, составленный Брэдли. Вроде бы все в порядке. Да, похоже, Брэдли все делает честно. Вот. За твое усердие. Лучше всего верни Брэдли список прямо сейчас. Ну... Хм. В чем проблема? Ты его просто украл, так что... Брэдли, ну, спасибо. Пизды не получим, честно. Держи свой список рабов. Что? Ты рылся в моих вещах? Я спущу тебя. Теперь твой список снова у тебя. Не делай этого больше. Или пожалеешь. Хорошо. Хорошо. Так. Там, что там сказали, блядь? Золот на сундучок спрятан за этим? За ареной? Не, нахуй, я не буду его предупреждать об этом. За ареной, да? В кустиках. Смысл, а в каком месте здесь клад, блядь? Глоди, 300, да, 200. Скорее, понять, пока его не надо уже в море. Хе. А где клад-то, блядь? Где клад? Пиздец, блядь. Охуенно. Надо будет еще с ворами. Надо же там у пидорасу добежать. Доминик или как его там, блядь? Чтобы он сказать, что я с маленьком повидался. Вот это я нашел в тайнике, а что она за ареной? Вот чат. Выходит, ты был прав. Я всегда прав. Это пёс мешками тырит золото. Таш, придется поговорить с парнем по-мужски. Очень хорошо. Вот твоё жалование. Так, что у меня по опыту? Опыт скоро поднимется, да? Покажи-ка товар. У тебя только полуторный медь, да? Он мне нахуй не нужен. Куплю себе. Так, о, можно же подать все это говно. Так. О, бина, блядь, да хуя стоит. Десять тысяч, охуеть, блядь. А, направляемся убивать этих баллов. Сначала я наведаюсь вот сюда. Ха, давай золото, сука. Он все еще в ожидании арендной платы за эту ферму. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет сюда сам и оторвет тебе башку. Ха, хорошо, хорошо, вот оно. Без обид, договорились? Ладно, ладно. Отмычки. Отмычки, щиты, блядь. Там же жерель есть, да, у меня? Вот, один. Телепорт. О, зелененький стали. Звук дождя пропал, сука. Он попадает. И наемники еще, и повстанцы находятся еще вон там. А вот в этой деревне, насколько я помню, обитает одна тварь, блядь. И там даже не одна. О, повстанцы стоит. Блядь, долбоебы. Вот еще твое, блядь. А ты случайно не из наемников? Что ты сказал? Наверное, я не сказал, блядь. Блядь, ты же наверняка меня... Это же он, блядь. Кто ты? Я Мэйсон, повстанец. Я и мои люди окружили скотный двор. Теперь мы ждем сигнала к удару. Ха. У тебя не все в порядке с головой или как? Я вижу, ты мне не веришь. Погоди, однажды мы перережем всю скотину. Ааа, блядь. Какую скотину ты собрался резать? Жирных коров на скотном дворе. Как только наемникам станет нечего есть, они быстро... Ты ебуты. Понимаю. Ты ебуты совсем, да? А как насчет свиней? Они не так важны. Ведь они не дают молока. Понимаю. Да ты совсем чокнута. Ты знаешь об этом? Если ты думаешь, что перерезать коров легкое дело, то ты глубоко заблуждаешься. Наемник истерегут их не хуже, чем собственные кошельки. Ладно, поглядим. Кто должен подать вам сигнал к удару? Мы забросили в Монтеру шпиона. Катапульты, блядь. Он сообщит нам, когда настанет удобный момент. Кто ваш шпион? Я ведь не знаю даже, можно ли тебе доверять. Но у меня есть одна идея. Убей кого, да? Блядь, он тут пиздец. Я позабочусь о коровах на скотном дворе. Что? Правда? Это было бы отлично. Вот увидишь. Наемники быстро сдадутся, как увидят, что все коровы перерезаны. Посмотрим. Я вот тупее здание не видел, блядь. Блядь, возьми связку. Блядь, возьми связки оружия, понадобится, блядь. Где-то, блядь, здесь ходит кто-то нехороший, блядь, я помню. Че, никого нет, что-то искать? Ага, вот он, сука, я знал, что он здесь. Надо было же, наверное, лук новую покупать, блядь. Вырезать, блядь, коров, чтобы орки капитулировали. Охуенная миссия, блядь. Блядь, нахуй мясо ем. Убита. Одна. Мясом запаха горячим. Их, кстати, убивать надо ооочень аккуратненько, чтобы на нас не напали, блядь. Горяденько горит. А они че-то узнали? А они че-то почуяли? Стой! Стой, сука! Блядь. Скотина, блядь. А не много ли чести я трачу, чтобы, блядь, валю их из огненных стрел? Иди сюда, буренка, иди. Блядь! Буренка! Ну и дай бы сейчас шарная стрела прилетит кого-нибудь из наемников, блядь. Набиваем, блядь, коров, охуенно. Надо вас последнюю поймать. Куда она сгибалась снова? Буренка! А, буренка? Блядь, она, ну. Ты пахнулась обратно уже, что ли? Лана, сука! Или нет? Вот и все, неожиданно, блядь. Ага, блядь. Тупее задание просто придумать не могли. Эй, придурок, блядь. Я геноцид устроил коров. Че дальше? С коровами покончено. Теперь ты доволен? Очень хорошо. Теперь надо только дождаться сигнала. Ну, тогда желаю приятно провести время. Эй, разве ты не хочешь получить награду? Вот тебе несколько золотых. Кто ваш шпион? Он смешался с наемниками. У нас есть пароль. Да здравствует... Если ты ему это скажешь, он будет тебе доверять. Да здравствует Акара! Кому пришла в голову такая чушь? Это была моя идея. Круто, правильно? Я... Мне даже офос не взвлекает, что он долбоёб. Что лучше подходит для пароля, как не это? Отличный пароль. Тогда уж бегали бы прямо по городу и встречали. Эй, я повстанец, давайте, убейте меня. Мне это как-то и в голову не приходило. Потому что это долбоёб. Пицца. Ха, сука. Главный герой, надо может сжечь. Так. Где там наши придурки, блядь, зерна? Волозерна, блядь. Основной кое-что треул, блядь, чтобы никто из меня... В гости мне не прибежал из леса. Без моего ведома. Заяц, заяц. Пизда, решит, блядь, выскочить, нахуй. С дикими криками. А я не шёл, у тебя. А я такой, бах, нахуй, фпс просил, блядь. Тебя ёбнули, нахуй. Как циепися. О, о, я вот об этом и мёл в виду. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, блядь. Ну, фпс, Паша, не проседай. Ёбаный в рот. Опа. Динотопия наша прибежала, нахуй. Эй, ящерица ебаная. Иди-ка сюда, блядь. Ты один? Один. Ебать, те руки прорисовали. У них руки выросли, ребята. Такая радость. Они больше не инвалиды. У тебя и настоящие динозаврики. Привет. А-а-а! Ты не один, что ли, был? Пиздец. Так. Нормально. Блядь, искал, кстати, новый игрок, и выходит. Жусь он, парк, парк, как там. Блядь, жалко, денег нет купить, а, лишних. Сука. Два косаря, что ли, да хуя. С удовольствием поиграл. По-моему, весело. Арбалет убийцы. Такой я не арбалетчик. К сожалению. Или к счастью. Я к счастью. Ну, в фпс, я прошу тебя, блядь. Начинать этих долбоебов, а вот и лога зерна, блядь. Блядь, это сильнее бандитов получается, что ли? Айда сюда. В руках Али Багда, в инвентаре, палка, блядь, их... И щит. Эй, ребята. Где он там, я не вижу, а, нахуй, с этого выстрелили. Ребята, вас здесь не... Не дохуяли, блядь. А-а-а! Нет! Дерево, ебанное! Бежим, бежим, бежим! Пей! Пить! Пить! Да пошел, сука! Ва! Кто следующий? Ты? Ебать! заявить я помню когда этот еще дэйс на этот не который стендал он и ебаный блять ебаный альфа нахуй сам большого зачарования моя покупка в стиме а обычный дэйс на дэйс мод на арму вторую там когда в этом но исполнились в этом не выгодных местах потом в городе брача нагрузки нахуй где-то еще там где нахуй ничего не светит короче или чтобы оказаться там поближе к напарнику а даже сдохнуть как-то по-быстрому но умереть красиво как говорится ночь на дворе берешь фонарик руки что и в этих местах дохуя же тут серфона на них надо хуя новичку такие как и ты добавил в нахуй без ничего и выбегаешь диким криком оля в микрофон нахуй блять и сниматься на них так весело было особенно когда американцев подарить 2 пиздец блять где пещера на их были времена ящерки 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 почему ящерки кубаш никого не что в одессе я через блин ползун и нах я сундук открою ладно если будь сломана сука дать хоть посмотрел кто там ползун ползун скейт боец да ну вас нахуй пошел отсюда идите нахуй я к вам не заходил так побежала в ардею короче блять ящерицы ебаные это не один сука скажите это только ты ебаный один ходишь нахуй мы все 100 мы все толпы ходим нам заебись мишка разъебаный еще помню где он находится такая а по-моему вот он переходной мост карту мне это не на кого не нарваться только блять о падающики ебать стада они пойдут туда нахуй не страшно нихуя вас там блять быстрее режем брешь быстрее махай мечом ух блять хуя чё одного убью все-таки хуя чё одна стая давай быстрее реже нет ты со свечу конечно несется быстрее беги пей пей мяч доставай хуя блять нахуй играть в готику не сохраняться блять мать ебаная так сказал бедняк а дальше блять падающики нахуй сон и как и а и 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 сухо недавно пришел блять ребята здорово ну что что ты тоже на охоту я потерялся на кого ты охотишься я охотился на все на что можно охотиться в этой стране чужеземец но мой конек это мракорисы я наху обожаю их рога охота на мракорисов я могу тебе рассказать кое-что об этом неужели по моему ты преувеличиваешь в окрестностях руинных полей бродят два по-настоящему мерзких экземпляры может быть покажешь мне свои охотничьи таланты какая мне от этого польза я куплю тебя рога за хорошую цену что скажешь хорошо я убью этих мерзких тварей ну тогда желаю удачи она тебе пригодится да пригодится ты можешь ну ты меня сперва покажи мне а ухнула могу купить на сто семь до сто семьдесят а у меня сто у меня сто сорок блять жди ну ладно давай не один лук один забирай себе то у меня но вы у меня новый лук у меня новый лук я могу поспать у вас здесь облить нет да что нужно быть смелым чтобы прийти сюда ну учитывая всех этих мерзких тварей нужно быть достаточно смелым чтобы передвигаться здесь я как бы потерялся случайно что ты тут делаешь я охотник охотюсь на диких свиней синих пойдем охотиться на кабанов ну ладно ты сам этого хотел иди за мной я я пошли но как в жопе нахуй серьезно ух него за ебать хочу все такой же москва все будет 5 отстаю мяски дикий вверх я иду обмогу тебя бота тебе никто и не вспомнит аккара аккара ебать все ну мой друг как идут дела всех кабанов поймал дикие кабаны убиты хорошее дело ты знаешь как охотиться с выгодой да вот возьми заебись у тебя есть и другие дела там гоблины шаганы в темноте на макурисов не нарваться блять там ящерица там гоблины блять а че я здесь забыл блять зомби вообще ебать там че хуже блять ладно кошки попал блять аааааааа идийте нахуй мне нужен камень это охуел охуел скользь камень проходить а нет блять вот пидораса я 2 блять сундук вижу какой-то ебать ну и теми где фонарик мяч ассасина заебись нахуй ну вот это меч заебись язов конечно бегает нахуй с матем факелом с мерзкими мракорисами покончено хорошая работа я бы сказал что у тебя и правда в темноте охотятся на мракорисов которые ходят сквозь текстуры вот рога твоих мракорисов огромное спасибо вот тебе так покажи мне как снимать шкуру с рептилий большинство рептилий очень жесткие твари если хочешь снять кожу осторожно надрежь ее затем стягивая ее сзади наперед но делай это очень медленно к этому ты еще не блять не хватает 3 ловкости покажи мне как 100 охотником за дичью будь осторожен твоя добыча всегда будет находиться на чеку найди хорошую позицию для стрельбы прицелься добычи в сердце и убей ее к этому ты да где раз по карте блять да я забрела щечу за заупа что рассветая скоро будет блять а я дожил я дожил сука наш персонаж ускорился от радости а вот это пашка блять а кара приветствую тебя занимайся лучше своими делами дорогого братва приветствую братья и сестры и другие неизвестные твари повстанец 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 блять повстанец хоть кто-нибудь с именем есть нет кузница блять а зачем ты меня будешь я хочу поспать как нормальный человек останется ты кто шоан если у тебя появится золото или серебро неси их мне я предложу тебе за них хорошую цену что ты тут делаешь я присматриваю за железным рудником заодно слежу за тем чтобы мы не смотря на тяжелую ситуацию не обеднели я забираю у богатых и раздаю здешним парням и левая рука так сказать не знает что делает правая а левая рука делает очень страшно есть понятно ты вор и воруешь для повстанцев до войны я был простым крестьянином в гельдер не а сегодня собираю эти как их-то артефакты до война меняет многое расскажи мне об артефактах поподробнее новости реликвии древнего народа сильно возросли в цене говорят некоторые из них даже обладают магической силой самыми ценными по всей видимости являются священные артефакты вроде вы последний дозор из монтеры нашел одну из этих штуковин чем можно поживиться в гельдер не давно уже там не был но несколько прелестных артефактов наверняка еще там якобы даже шлем первого паладина находится где твой начальник паладин ролан сидит там в пещере где этот священный артефакт сейчас роланд отправил в дозор в году артефакт был с ними командир считал что он поможет ему в бою спроси у роланда он сможет рассказать тебе об этом больше нашли куда отправлять блять в году нахуй не хуй пойми что происходит так и думают эти два меча не на хуже не нужны и тоже я не маг магом восстановиться не собираюсь об уж по 1 блять я слышал о том что в наш лагерь вступил новый человек говорили что он подает большие надежды не обманули ты здесь начальник и я делаю все что в моих силах чтобы окара не распалась чертовски трудно ведь мы потеряли уже больше половины наших людей что произошло с твоими людьми монтера подорвала наши силы с тех пор как орки начали осаду мы разведываем до сих пор орки находили почти все наши дозоры и уничтожали их я мог обойтись я послал на поиски дороги столицу венгард ты бывший паладин да я был королевским воином как и все мои соратники в года наша высокомерия настолько большим насколько позорно было поражение и несмотря на это я все равно нашу не хватит такие доспехи бы тоже таскал блять и борюсь а диалог долги будет расскажи мне о готе гота находится на востоке между фарингом и монтерой когда-то она была резиденции паладинов до тех пор пока орки не напали на нее а сейчас по улицам год и бродит смерть шаманы орков послали на город страшное проклятие почему вы никогда не нападали на монтеру боюсь мы просто слишком долго ждали подходящего момента каков твой план нужно наладить связь с королем чтобы не попасться в руки оркам он укрепился в крепости столицы венгард я не знаю что замышляет раба чтобы узнать это нам понадобится камень телепортации из год и камень ведет прямиком столицу короля сейчас где сейчас твои люди которые ищут дорогу столицу венгард я отправил их в году на смерть и это была самая большая глупость которую я мог сделать ты научишь не так ты обучаешь да так понял о кожаные забудь об этом дорогу ели насколько еще можно когда заслужишь как у меня станции подустанники салат 5 охуенно что за проклятие нависло над год и сначала казалось что победа в битве за году будет на нашей стороне до тех пор пока орки шаманы не вызвали проклятого демона это исчадие ада летала над улицами год и всех смелых людей чудовище превращала в бездушных тварей как будто от пришел на нашу зиму нам оставалось только бежать вот а потеряна для нас навсегда и все она я отправила туда своих я позабочусь от молодец только не глупи демон наверняка все еще то лучше не подходи к нему слишком близко давайте захватим монтеру лобовую атаку мы не выдержим мой друг с парой человек мы даже не пройдем сквозь внешнее кольцо города ты должен найти другой способ изгнать орков из монтеры какой блять поджечь наху голод из криками горим суки бежать оттуда на другому ничего голову не приходит я есть кто-нибудь с именем здесь нет о новое лицо добро пожаловать в акару нам пригодится любая пара рабочих рук ты кузнец кузнец повар старатель и все что угодно чем меньше нас становится тем больше обязанностям не приходит универсальный стандарт стандарт человек мне нужно оружие находишься в крупнейшей повстанческой кузнице миртаны конечно у меня есть что тебе предложить где мои минялкой пить хочу быть вам нужны еще люди о да и срочно наш предводитель роланд в последнее время используют все наши резервы нам пригодится любой человек я найду вам новых людей если ты знаешь свободных людей готовых сражаться с блять а то приводи их сюда ищи их в окрестностях акары и на фермах монтеры я уверен что там найдутся пропащие души которые согласятся прийти сюда так покажи мне свое лужи нихуя ты мне дать не может у меня недостаточно опыта пидоров тупой блять нету так какого это сюда это сюда это сюда девятка монтеру 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 не в костел блять наш сервят финал черенил вот твоя пшеница наконец-то здесь немного золота за твою службу да здравствуй такара ублюдок я ты это подслужил давай выкладывай об этом уже даже птицы проклятья нам следует принять меры безопасности следите остается только надеяться что ты тоже за короля на самом деле нет нахуй но ладно я работаю вместе с повстанцами откуда ты знал что я не убью тебя сразу же как только ты скажешь мне пароль я не знал когда тебе повезло дружок я связной повстанцев в монтере когда вы повстанцы собираетесь нанести удар зависит от того что ты мне скажешь почему я я видел много парней но никому из них я бы не доверил возглавлять революцию у тебя вы получилось жаль только ты работаешь не на тех тихо будешь искать совсем блять что я должен сделать чтобы ты пошел со мной освобождать монтеру с моей должностью кладовщика я не имею право даже входить в крепость когда ты сможешь просочиться горкам тогда мы и поговорим об этом добейся их доверия пусть торки устроит тебе встречу со своим предводителем вареком только когда мы подберем саки главарю у нас появится шанс выиграть бой за монтеру понимаю вот арендная плата доминика нахуй все пошли коком поговорим с говорим попиздим так сказать ты не хочешь просто пройти мимо меня я хочу варки мера тебя ты пустишь меня понимать я хочу здесь немножко оглядеться оглядываться будешь в квартале рабов парень охуел ты здесь учишься владеть оружием либо проваливаешь отсюда немедленно что тебе надо да хоть ты мне на нервы не действуй ты разговариваешь с военачальником орков ничего ты что считаешь себя важной птицей готов биться об заклад что у тебя еще ни разу не было по-настоящему опасного задания и что ты хочешь чтобы я сделал один из своих людей отлынивает от работы сильный воин он решил что может почивать на своих военных лавах но пока нам досаждают повстанцы никто не должен сидеть сложа руки я приведу орка на работу во двор крепости любопытно будет посмотреть его сам он спрятан он по моему на верхушке в это все видно насколько я помню я работаю на начальника наемников марика это заражена идиот у тебя тут настоящий оружейный склад у меня только отменный товар ремонта ничего здесь не перепутай иначе я отрублю тебе пальцы понял понял тебе нужно еще что-нибудь добудь я отдам его в кузницу чтобы его подновили думаю двадцать семь уже на первое время будет достаточно двадцать блять где можно по станции сражаются так не найдешь старое двадцать нихуя себе блять тюшу ёбился блять здесь я их откопаю блять пошли давать пизды охку на это подняться на это подняться мишка что по ебавски выглядит наху ну блять натравленный это важно огонь и здорово чё в смысле блять не здесь что ли ладно руханулся с признаю где ага хорошо тебя сука дорогу мне парни дорогу я дубить ебало вашему знакомому блять он лежит на иди-ка сюда убирайся из моей башни ты взял башню в аренду можешь высказываться перед дураками на арене я с тебя шкуру спущу если ты не уходишь сейчас же мы здесь одни покажи-ка что ты можешь ну ладно ты сам никто не может победить меня на сука фолик хочет знать охуя на миссию блять мистер подъем ул полик подъем 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 ул полик подъем тебя уже ищут ты должен быть во дворе крепости и что если меня там не будет а учишь пиздюлей чего спускайся сейчас же во двор или я сам тебя спущу я пошел репутация поднялась нихуясь и так идем 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 а ноги не сама нет сегодняшнего дня фоллик будет являться в крепость для несения службы смотри-ка ты а ведь фоллик крепкий орешек неплохо для морра совсем неплохо такие как ты могут нам весьма пригодиться если хочешь можешь еще немного потренироваться у меня спасибо элитный орк элитный орк элитный орк элитный орк и белый гавный орк еще один вонючий морра кто черт подери впустил тебя сюда твой вид раздражает меня морра как дела с раскопками наши всеобъемлющие поиски священных артефактов не должны теперь себя дыгаются веки для тебя было бы лучше направить свое внимание на обеспечить на обеспечение безопасности города что ты знаешь аксардосе более важный вопрос почему носитель власти беляра так интересует я хочу убить это утверждают многие но лишь единицы видели его на самом деле просто скажи мне где найти ксардоса если ты так хорошо с ним знаком то ты должен знать где он в ебучей башне вот я где ебучая башня на месте вдали от всего мирского он воздвиг себе башню и твоя нога никогда не ступит туда морра что ты знаешь о священных артефактах ты задаешь слишком много вопросов даже если бы я был знаком с силой реликвии древнего народа я бы не стал делиться ею с наемником в чем твоя проблема твой трусливый народ пока что доставляет мне лишь неприятности повстанцы короля попрятались пещерах и лесах и нападают преимущественно из-под тишка открытого боя они избегают несметное количество мужчин твоего народа сражаются и работают на наше дело вы сражаетесь на арене в качестве наемников и порабощайте собой собственный народ я могу лишь глубоко а что вы делали бы между нас кажется некоторый опыт с повстанцами ты уже получил разумеется они только и поджидают возле городских ворот когда за могут смогут отвоевать город и численное количество раз мы разбивали их позиции но они снова восстанавливают их до меня дошли слухи что они получают снабжение из крупного повстанческого я бы с удовольствием разорил это гнездо если бы знал где она находится если бы не наемники этот город бы рухнул не будь таким заносчивым морда вы должны быть обязаны нашей доброжелательности хорош ничего но вот ими не сказал о блядь сундучок здесь такая толпа стоит сука 9 я поехал пока хочу я пока что вообще там дальше то в этом дать монтере мужик настолько ловеная ничего понятно по сути я все сделал столько награду получить за этих придурка за воров зерна у вас мельница не работает вы знаете об этом я доставил твои мешки с пшеницей в монтеру вы сомневалась наказать на кого-то можно положиться спасибо вот твою жалование у тебя больше не будет бессонных ночей из зору зерна еще скажи что ты их все чертовой матери послал до мертвы не хочешь поработать я уже я заплачу тебе тоже так сейчас думаю мы одного придурка сопроводим ты выглядишь не так как остальные ты работаешь на наемников орков или я не наемник орков тогда может быть и тот кто мне нужен кого ты ищешь я должен обязательно сбежать отсюда только наемники следят за каждым моим шагом мне нужен сильный человек который бы отвлек их а я в это время смоюсь ты принадлежишь к рабам да к сожалению так было не все или ты шпион наши дни ты не сам выбираешь возможно я смогу тебе помочь мне нужно вакару и как можно скорее повстанцы уже ждут меня там у меня для них очень важная новость что это за новость для повстанцев забудь с моей стороны порядок я вытащу тебя отсюда и как их беги сука я пойду за тобой что вы заебали да черт побери беги бери бери сука давай сейчас мы с ним добежим дакавы и там уже увидимся физически добежали дакавы а вы сразу не пойти пизду слава и носу мы сделали это хорошо теперь можешь расслабиться спасибо тебе друг я никогда не забуду о твоей помощи спасибо это хорошо но награда ты можешь взять все что это кара за хуя ебали их напали ползун ебать ты ему показал и хуя си одним монстром стало меньше у фермера руфуса есть сообщение для вас очень хорошо он наверняка принес новости из монтеры спасибо тебе за то что он добрался сюда целым и невредимым так я думаю на этом можно серию завершать все все ли будем искать людей для нашего лагеря и ни хуя спасибо всем тем кто смотрел всем пока